И все-таки давайте мы решим, что телевидение, оно должно помогать. Вы понимаете? Помогать. Потому что вы же должны понимать, что время у нас немножко сложное, да, этот ковид. Я ничего не буду говорить, как с ковидом борется Китай. Там вообще все легко и просто. Компартия Китая сказала, и никто не выходит на улицу, понимаете? Это стандартная ситуация, там все же железобетонно. В Компартии Китая, в смысле в Китае все уже давным-давно привиты. Естественно, только чмок и все. Это у нас. Бим-бим-бим-бим-бим. Идиотов хватает. Вы что, забыли, что ли? Была такая штучка, болезнь под названием испанка. Не знаете? Так это был грипп обыкновенный. Знаете, сколько людей умерло? Не будьте идиотами, господа мои. Привейтесь, пожалуйста. Ну, а пока вы привиты, вы можете это дело вкусить, позвонив по замечательному телефону 451755. Для того, чтобы вам предоставили всю еду отсюда. И с такого замечательного места, как мечта гурмана. Мечты и открытия. Это невозможно. Это возможно. И это делать необходимо. Где мечты превращаются в открытие? Прямо здесь. Где стоит елка от Джаникидзовского правобережного района. На Ворошилово 18 есть весьма интересное местечко. Именно на запад открываются двери мечты гурмана. А вы думаете, что в Магнитогорске гурманов нет? И будете абсолютно неправы. И по сути мы имеем право быть таковыми. То есть все могут испытать аромат Армении. Да, господа мои, это и есть Армения. Не во всех местах я был, но аромат присутствует здесь. Какой аромат в состоянии ковида? Да легко и можно его принять и понять, позвонив по телефону 451755. Вам его привезут домой. К слову о загруженности. Вы пока слюнками иссякайте. А я расскажу, что везде в нормальных странах все нормальные люди завтракают, обедают и ужинают в ресторанах. Ресторан по переводу с английского и есть место отдыха. И обратив внимание и посчитав, выкинув упаковку и подумав, а не проще ли это сделать? Можно даже просто дома заказать крутецкую еду. Сейчас доедем. Это не жарко в масле, это запекание на углях. Но даже говоря об Армении, мы не будем думать о том, что вы не сможете есть халяльные блюда. Курица, рыба, люля-кебаб, самса, печености. Это все и для всех. Мы еще раз говорим о правилах. Правилах и принципах гурмана. Даже джемы и повидло с настойками делаются здесь. Как и приспособок. Мало того, шашлыки вам предоставляются в виде, из которой убран кислород. А именно он часто уничтожает продукцию. То есть, в принципе, вы можете заказать продукцию, которая приготовится дома, в микроволновке. И аромат шашлыка будет естественно. А можете сделать заказ. И в течение часа он будет в любой точке нашего, мною любимого, города. Но иногда при месте и при возможности жарить дома вам готовый шашлык привезут. И вы сами сможете побыть мангальщиком. Во как! А цены? Без выкидывания мусора, без четкой работы в течение двух-трех дней у стола, а именно столько вы будете тратить дома, они будут одинаковые. Вы, конечно, хотите это попробовать. Никаких вопросов. Вы же это хотите попробовать, хотя вы работник комбината или ваша супруга работника комбината, понимаете? Но не получается. Хотя попробовать это есть возможность. Для этого необходимо позвонить по телефону 45 17 55 и заказать это все себе. То бишь, я вам сейчас ничего не буду рассказывать, но я пытаюсь дома кое-что приготовить, да? Я пытаюсь дома кое-что приготовить, но это тоже время. А теперь мы определимся, какая-то вкуснятина. Да-да-да-да. То есть мы сейчас говорим об армянском шашлыке. Этот соус, он исключительно армянский. Вкусный. Это только даже, чтобы мясо не кушаем. Сейчас мы еще и мясо туда наткнем. И вот, вы представляете, едете с нормальной работы, которая примерно 12 часов продолжается. Да и с другой работы. Я ничего не буду говорить, но 12 часов работа это у нас везде, от и до. за исключением школы. Хотя и школьники также работают по 12 часов. Особенно, если мы будем говорить две смены. То есть, да, это, конечно, не идеал, но тем не менее. А если оставшиеся 12 часов, за вычетом процедуры перемещения по городу, у вас процедура приготовления пищи. То есть, я пищу готовлю, это минимум 2-3 часа. Ну, нету этого времени у вас. Но вы же должны понимать, сколько денег вы потратите. То есть, грубо говоря, примерно 15 тысяч рублей на одного человека вы потратите где? В сетевиках. Что вы там будете брать? Что вы там будете брать? Такого мяса вы там не сделаете. Таких продуктов, свинина, телятина, баранина, куриные крылышки, люля-кебаб из говядины, овощи на углях, шампиньоны, картофель, пемидоры, цукини-перец, семга, хачапури, хачапури по-империи, кински, супы, уха, солянка, лапша. Вы это сможете приготовить? Нет? Ну, это я вам просто пересказал, то, что на этой стороне есть. А есть еще и другая сторона. Пицца, шаурмас, из свинины, из курицы, салаты грузинские, цезарь, греческие. Это очень много всего интересного, которое здесь есть постоянно. Еще такие вещи есть. Вау, красивые. И по сути событий мы посмотрели, по цене это абсолютно недорого. То есть, в принципе, если даже собрать те 45 тысяч рублей, разделить на троих, вы можете каждый вечер приезжать домой, кушать отличную еду. Некоторые еще и хватит на завтрак. Получать максимальное удовольствие. Для этого просто позвонить легко по телефону. 45, 17,55. Да. И вам это привезут домой. О, это будет идеальный вариант для вас. А в действительности я, конечно, круто готовлю шашлыки. Но в кушать отличный по качеству продукт. Я бы вам рекомендовал поехать сюда. Какая она все-таки у нас красивая страна. Реально очень красивая страна. Я, конечно, всю жизнь мечтаю побывать. Ну, в Азербайджан я уже съездил. А в Грузии я тоже была. Это из европейской части России. Хотелось бы еще побывать в Армении. Для того, чтобы понять, насколько она шикарная и прекрасная. В России, почти в Магнитогорске, есть такое местечко, очень красивое, ровное и замечательное. Мечта гурмана. Хороший нотик. Отленческий. Теперь мы поговорим о следующих вещах. Всем, конечно, хочется это все приготовить дома. Но как бы вам сказать то, как специалистов. Я тоже умею кое-что готовить. А вот этих вещей, которые здесь есть, их никто больше не производит. Отличные. Сильная. Шкурочка. У меня это все дело развернулось в Америке. Но так же это дело в кушаре. Вау. Вкуснота. Чтобы это, это и это все приготовить, это не пятиминутное дело. Когда нам говорят, что это пятиминутное дело. Во-первых, все это ерунда по полной программе. То есть, я готовлю шашлык. И вы думаете, что все это дело очень быстро готовится? Да, гости мои. Нет. Это только он мочится у меня практически сутки. В качественной. В качественной ароматных примочках. Сутки. Потом приготовление. Да. То есть, это не быстрое приготовление пищи, как таковое. А это все для вас. И позвонить там можно легко. 45, 17, 55. Для того, чтобы все это дело заказать. Потому что вряд ли это время у вас есть. Давайте все-таки определимся. Какой же лякебаб-то. Да. Обладевает от этого вкуса. Человек пришел на работу. Семью. Мы уже не работаем по 8 часов. Очень редкие товарищи, как правило. Да и вообще, по сути событий, мы где живем? Для того, чтобы хорошо кушать, надо хорошо работать. И как правило, мы влетаем в 12 часов. Извините, а после 12 часов у вас кто-то еще будет кушать, готовить. Плюс 2 часа поездка туда-сюда. Это просто поездка туда-сюда. То есть, представляете, да? А там же еще надо пока помыться. То есть, грубо говоря, 12 часов плюс еще 2 часа, плюс еще 2 часа. И на что время-то остается? На то, чтобы поспать немножко? Извините. Так мне проще заказать, потому что, даже перетислив все это дело, даже разобравшись, можно объяснить ситуацию, что процедура приготовления это те же самые деньги. Или вы думаете, что что-то подешевле? Ну да, да, да. Потом еще мусор вы будете выбрасывать. И все. Зачем? Зачем? Позвонили, сказали, вот так, вот так, конечно, это дело не принесут. Но, я вам сейчас расскажу, что в некотором случае, во-первых, вам можно принесут уже горячее, во-вторых, вам принесут разогретые в специальных контейнерах, которые здесь делаются. Просто принесли в контейнер, положили в микроволновку, и вот там, разогрев, шашлыка там, это одна минута, не более того. И вы получаете, вау, тот же аромат, который все делается здесь. Причем мне говорят, что шашлык есть нельзя. Я говорю, что шашлык как раз-таки нужно есть. Кто вам говорит, что нельзя шашлык есть? Во-первых, он готовится на жару, он не на масле готовится, вы не понимаете, это не масляная вещь. Это единственное, чему вам дается удовольствие. И не надо говорить, что есть нельзя, его надо есть, и получать от этого максимум удовольствия. В результате позвонив по этому замечательному номеру, вы можете так же себе все это делать, заказать. Вот так вот. Как бы вам сказать, далее, покушать здесь все, я скажу, что все это просто исключительное и качественное удовольствие. Да-да-да-да, почему я сюда не зашел, вот это непонятно было. Знаете, всегда приятно вспоминать о людях, которые говорят, что мы занимались и работали красиво. Мы всегда работали красиво. И хозяева этого заведения, Мечта Гурмана, также мне про это и говорят. А я им сделаю такой же материал, только еще и расскажу, насколько это вкусно. вы должны понимать, да, что пункт номер один. Если вы все это дело приготовите дома, это уже не про шашлыки. Вы хоть представляете, сколько времени вы будете плюхаться с тестом? Это только начало. А потом еще лепить, красиво сделать. Да-да-да-да-да, это не дешевый вариант, поверьте мне. Но давайте все-таки определимся, что за работу также надо платить. Потому что процедура приготовления мною пищи это тоже время. И это мое время. А мое время стоит очень дорого. Даже невзирая на то, что я им делюсь с некоторыми и бесплатно в том числе. Это также и ваше время. мною пищевую. А как такой-то сделать? Ну как? Да никак. Самса. с курицей. Отлично. Сейчас, чтобы было быстро. мною пищевую. Самса. С бараниной. Чтобы это было быстро. Кстати, по сумме вот это все вы представляете? То есть, в принципе, вот этим всем можно покушать ни одному человеку. Как это делаю я. Рассказать вам не поверите. но сюда вы можете просто позвонить. То есть, представляете, вы приехали домой и вам к тому же моменту, ну, примерно, рассказали. Я, допустим, деду местечко под названием такое есть. Очень далеко отсюда располагается. вот. Чех покрытий далековато, да? На это место. Примерно думаю, что доеду за час. За час привезите мне. Вы только пришли. Вот та еда вкуснейшая. Какая красота. Да, 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 да. Цена вопросов. Не беспокойтесь, я это все даю. И, пацаны, вопросы. Вот это все, это еще дешевле, чем вы, это еще раз дешевле, чем вы зайдете в любой сетевик. Я ненавижу этих сетевиков. Мягко говоря, есть там, да и пить там тоже, честно говоря, нечего. Ммм, мм, а какой курник-то, да, мм, ва, да, это я все покушаю. У нас времени не так уж и много. Всего некоторое количество минуточков. Но. Покушав и вкусив. Ненавижу, я люблю сладости. Простите. Но. в горлышко забежило. Ой, ну такое удовольствие. Нет, ем не часто. И, конечно, не каждый может, но у каждого человека должен быть электромангал. я его себе купил. Вот. А за тем самым миском, который мне необходимый, я позвонил по телефону 451755 и мне его привезли. К слову о том, что я попросил взять килограмм. Так вот, килограмм мяса он там обошелся мне всего лишь в 500 рублей. Ну, уже приготовленное мясо, понимаете? И самое забавное, что когда я его надеваю, вот так красиво, ровно, я понимаю, что в аккурат для моей электромангальницы, понимаете? Это немалое количество мяса, представьте, полкило, да, я в любом случае скушаю. Так аккуратненько мы его поставим сюда, вот, потому что, как вы прекрасно понимаете, процедура приготовления мяса, это очень серьезная проблемка. Вот, аккуратненько так поставим, все. А зачем мне это делать? Потому что, представляете, да, это сколько нужно, да, конечно, это не мое мясо, ну, да, это ладно, это уже тема, это отдельная беседа, но как они это готовят и какое мясо, обратите внимание, ни прожилок, ничего, оно очень спокойненько надевается, и, если честно, взяв ту самую небольшую сумму, которую я вам объяснил, да, то, в принципе, почему бы и нельзя бы это делать? Всего лишь 500 рублей, зато дома будет замечательный шашлык, который я через некоторое время попробую и вам расскажу. Что же про тех, кто может себе позволить пожарить узел шашлычный дома? Просто 500 рублей и готовый аромат дома. У меня есть электромангал. В принципе, та же жарко, но без дерева. Преимущество. Крутить не надо. 25 минут и у вас шашлык от мечты гурмана. Это, конечно, не может сделать каждый, хотя я вам рекомендую попробовать электрошашлычницу, а лучше попробовать то самое мясо, которое мне необходимо было его кушать в Рождество. Сегодня Рождество. Вот. Мясо я, естественно, заказал по телефону 45 17 55 и я хочу попробовать аромат. Тот ли он, который я ел вчера, если честно, процедура приготовления в электрошашлычнице это то же самое, та же самая жарко, но без аромата дерева. Но, тем не менее, ощущение такое же, вкусное и замечательное. В оконцовке наших небольших сюжетов я вам расскажу, что гораздо проще, гораздо проще, без всяких тараканов и косяков, позвонить по телефону 45 17 55 для того, чтобы вы заказали то, что готовится для вас с умом и любовью. И тогда вы просто дома, извините, сможете, покушав замечательным образом, уже потом заняться немножко другими вещами, чем надо заниматься. Между прочим, господа мои уважаемые девушки, женщины, а почему нет? Очень вкусно. То есть, мечта гурмана приезжает к вам, когда мне втирают, что нужно валить, я всем отвечаю, лучшего города с уникальными дорогами, нет, не в России, честно, довольно часто, бывая за рубежом, лучше Магнитогорска города по сути нет. И в принципе, имея ресурс, как телевидение, можно понять, как свободно мы вам рассказываем о чуде в вашем доме. А что вы хотели? А что вы хотели? Да, это только начало сюжета. Поверьте мне, здесь столько качественной и изумительной реально продукции, что мы сюда однозначно вернемся. Потому что вам необходимо посмотреть на то, что вы можете себе заказать домой, позвонив по телефону 451755. Легко сделав. Это делается легко и просто. Даже сюда ехать не надо. Вам все привезут домой вкуснейшее, изумительнейшее и очаровательнейшее. И давайте не будем говорить, что ковид. Ну да, у нас есть ковид. К сожалению, мы с этим делом стараемся бороться, но не получается. Постараемся еще поинтереснее бороться, потому что мы можем дать возможность нам кушать, а не есть то, что приготовлено в непришей седевиках. 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 Седевиках.